Наша сегодняшняя передача посвящена чеченцам-эмигрантам, которые приехали в Тбилиси на первый чечено-грузинский форум. И прежде чем познакомить вас со своими гостями, предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный моим коллегой Георгией Кокобадзе. Встреча с отечественниками, учащимися в университете Ильи в Тбилиси, была первой в программе визита чеченских эмигрантов, приехавших в Грузию для участия в чечено-грузинском форуме. В грузинских вузах учатся несколько десятков студентов из Чечни. И встреча с земляками, живущими за границей, вызвала у них большой интерес. Возможность получения образования за рубежом является очень важной для молодых чеченцев, для чеченцев, которые проживают в Чечне или же проживают в диаспорах за рубежом в Европе, в Северной Америке. И, конечно же, мы очень благодарны Грузии за то, что организовываются места в университете, которые позволяют студентам из Чечни приехать в Грузию и получить качественное образование. Мы, конечно, поддерживаем связь с чеченцами из эмиграции. Современные средства связи это позволяют. Мы рады использовать эту возможность, конечно. Но, как говорится, вживую увидеть это совсем другое. Как бы потрогать своими руками и пообщаться так напрямую. Более создается впечатление о человеке. Поэтому такие встречи, конечно, более необходимы. Для участия в форуме в Тбилиси приехали чеченцы, проживающие как в европейских странах, так и за океаном. У каждого из них своя судьба, своя трагическая история, связанная с войной, разрушением, гибелью близких и, наконец, вынужденной эмиграцией. Журналист Майербек Тарамов освещал военные события во время первой и второй чеченской кампании. Из-за угрозы расправы со стороны федеральных сил был вынужден покинуть родину. Последние годы проживает в Швеции, стал гражданином этой страны и продолжает активную журналистскую и правозащитную деятельность. Всевышний даровал человека, дал ему высшую награду – это свободу. И этой свободой надо пользоваться. В том числе свобода слова, свобода действий. Этой свободой мы, чеченцы, находящиеся вне предела в Чечне, пользуемся. Отличие от тех людей, от тех чеченцев, которые находятся в оккупированной Чечне. У них нет абсолютно этой свободы. По разным данным, во время войны в Чечне погибло от 250 до 300 тысяч жителей. Еще полмиллиона были вынуждены покинуть дома и стать беженцами. Часть беженцев после окончания активной фазы войны вернулась домой. Но многие, из-за боязни расправы и преследований, решили найти убежище в других странах. Грузия была первой страной, принявшей беженцев из Чечни. Часть из них осталась в Грузии, но большинство со временем эмигрировало в страны Европы и Северной Америки. Общее количество чеченских беженцев в этих странах превышает 100 тысяч. Многие из них покинули Чечню еще детьми, но тем не менее, хорошо сохранили свой язык и традиции. Я уже 8 лет живу в Канаде. Запад и западная цивилизация сыграли очень важную роль в жизни молодого поколения чеченцев, эмигрировавших туда из-за войны. Мы получаем образование, учимся принимать независимые решения. Мы не похожи на зомби, в отличие от молодого поколения, живущего в Чечне. Им там постоянно промывают мозги. Для чеченцев, живущих далеко от своей родины, самое большое желание связано с возвращением на родину. Но они уверены, что в сегодняшней Чечне, где каждый день исчезают люди, им не место. Куча я по родине, я хочу туда попасть, но опять же, из-за моих взглядов, из-за моей позиции я просто не могу находиться там, потому что максимум я смогу прожить там, может быть, день. Если я выйду куда-то и скажу о своей позиции, буду говорить со своими сверстниками об этом, то спецорганы, которые занимаются зачистками таких людей, которые свободно пытаются выражать свои мысли, и они просто не дают возможности общаться на территории оккупированной Чечне. Чечено-грузинский форум продлился пять дней. За это время гости встретились как с представителями научной среды, так и с политиками. Среди мест, которые посетила чеченская делегация, был и мемориал грузинским солдатам, отдавшим свою жизнь за независимость Грузии. Редактор субтитров А.Семкин